Когда вы говорили о политиках, вы ни разу не назвали фамилию Усатой и не сказали «наша партия». А я на днях прочла, ну не знаю, это было, он сказал очень четко «народ Молдовы имеет право на восстание». Вот объясните мне, пожалуйста, он действительно имел в виду восстание или человек не знает истинного значения в политологии слова «восстание»? То есть что за этим стоит? Может быть, давайте объясним для начала людям, что такое восстание, может быть, чтобы люди поняли, да, к чему призывают. Знаете, все понимают, что такое восстание, да, как бы, все понимают, что такое восстание. Может, не все. Восстание, есть восстание, которое, понимаете, если политически его оценивать, не социологически, а политически, оно может иметь в эффекте госприворот — это раз, революцию — это два, мятеж — это три, и гражданские столкновения — четыре. Вот, скажем так, четыре формы проявления восстания. Для меня очень важно понять, усатый против чего хочет поднимать народ, и бельцы в том числе, да, там же его, скажем так, политическое гнездо. Против русского языка или против российских новостей, или против лекарств на русском языке, мы приняли, да, или, может быть, против возвращения стадиона. Вот для меня это важно, или против закона о миллиарде, против чего мы, кстати, вместе с ним когда-то, да, в 2016-м митинговали. Вот все эти пункты, которые мы, все наши требования, которые были тогда, в 2016-м, мы сегодня реализовали. И я хочу увидеть, как господин усатый пойдет в Бельцах, пойдет в русскую школу и скажет им, да, или в русские там рынки, предприятия, и скажет им, господа бельчане, я вас призываю вместе, да, бороться с русским языком, бороться там с миллиардом, с новостями. Субтитры создавал DimaTorzok